Продолжение следует... Расхождение хромосом при делении, движение вакуоли и другие. В основе такого многообразия форм движения лежит механическое движение. Описывая любое механическое движение, можно выявить силы, вызвавшие его. В частности, движение автомобиля вызывает сила давления газов на поршень в моторе, яблоко падает под действием силы притяжения Земли. Причиной механического движения живых организмов являются специфические химические реакции, главную роль в которых играют специализированные белки – молекулярные моторы. Отличительной особенностью белков молекулярных моторов является возможность изменять свою форму, используя энергию АТФ. К числу таких биологических моторов относится белок миозин. При наблюдении в электронный микроскоп молекула миозина видна как короткая толстая нить с утолщением головкой на одном из концов. Эта головка способна поворачиваться относительно нити. Молекулы миозина имеют рецепторы к нитям другого белка – актина. Вместе они образуют актин-миозиновый комплекс. Молекулы миозина могут перемещаться вдоль нити актина. Причем это перемещение может быть значительным благодаря цикличности в их взаимодействии. Поэтому их называют актин-миозиновым мотором. КПД таких микромоторов значительно превышает КПД макромоторов, создаваемых человеком. Регуляцию работы этого мотора осуществляют ионы кальция. Таким образом, работа биологических моторов основана на взаимодействии двух типов молекул. Молекулы, изменяющие форму, и перемещаемые молекулы. Эти молекулярные комплексы работают циклично и обусловливают все движения, которые наблюдаются в живой природе. Движения человека также основаны на работе биологических моторов. Мышечные волокна, имеющие диаметр порядка 50 микрометров, состоят из отдельных цилиндрических структур, миофибрил, которые имеют диаметр 1-2 микрометра. Если сделать поперечный срез миофибрилы и взглянуть на него через электронный микроскоп, то можно увидеть правильно чередующиеся тонкие нити белка актина и толстые, связанные в пучок своими хвостовыми концами, молекулы миозина. При зацеплении головки миозина за актиновую нить образуются поперечные мостики. В расслабленном состоянии мышцы миозиновые и актиновые нити перекрываются незначительно, и мышцы выглядят тонкими и растянутыми. После нескольких циклов актин-миозиновых моторов, актиновые нити оказываются втянутыми в промежутке между миозиновыми нитями, что приводит к сокращению мышцы. Мы можем наблюдать, что при этом мышцы укорачиваются и утолщаются. Можно сделать вывод, что основа работы мышцы составляет работа множества элементарных актин-миозиновых биологических моторов. Описанные биологические моторы обусловливают различные движения живых организмов. Примерами таких движений являются изменение формы клетки и образование перетяжки между дочерними клетками в ходе клеточного деления, движение жгутиков и ресничек простейших живых организмов, амебоидное движение – один из самых распространенных способов перемещения клеток. Исследование амебоидного движения показало, что в прилежащем к наружной плазматической мембраме амеб слой цитоплазмы имеется сеточка из нитей актина и миозина. Их согласованное сокращение и расслабление приводит к появлению выростов, псевдоподий, с помощью которых тело амебы перемещается в пространстве. Подобный способ движения характерен также для аликоцитов – элементов крови человека и позвоночных животных. Перемещаясь как амебы, эти клетки скапливаются вокруг проникших в организмы народных объектов и нейтрализуют их вредное воздействие на организм. Движение при помощи жгутиков и ресничек распространено среди одноклеточных организмов. Жгутики и реснички не содержат мышц. Под микроскопом видно, что жгутики и реснички состоят из микротрубочек, образованных молекулами белков, которые заменяют длинные нити актина. Сам же принцип их работы схож с актин-миозиновым мотором. Можно сделать вывод, что несмотря на огромное разнообразие форм движения живых существ, все они оказываются достаточно сходными и основанными на одних и тех же молекулярных механизмах.